Открывает истину Божью Дух Божий подсказывает, что мы должны торопиться Ибо время истекает И его осталось катастрофически мало В скором времени Господь начнет производить суд Над целыми регионами мира Которые не раскаялись На целые области придет либо благоволение Либо суд Как написано в 109-м псалме Что необходимо делать нам, людям? Иисус обещал, что если ты откроешь свое сердце Если попросишь его войти Он войдет Он говорит в Откровении в 3 главе Все стою у двери и стучу Если кто услышит голос мой И отвалит дверь Войду к нему и буду вечерить с ним И он со мной Ну, я с чего хотел бы сейчас Мы говорим не просто читаем стихи Некоторые стихи Стихи из Священного Писания Рассуждаем о нем Сегодня как говорят Кто торчит на современном сленге Кто торчит на интернете В основном молодежь Молодые люди Хорошо, если они любят поэзию И сидят сегодня И слушают нас Тогда я обращаюсь к ним К молодому человеку Который верующим может сегодня быть Может быть неверующим Больше, конечно, неверующим Ты можешь принять Иисуса прямо сейчас С помощью этой простой молитвы Давай помолимся вместе Дорогой Иисус Пожалуйста Прости мне все мои грехи Я верю, что ты Сын Бога И что ты умер за меня И сейчас я приглашаю тебя войти в мое сердце Иисус, пожалуйста, войди И помоги мне любить других Рассказывай им о тебе Чтобы они тоже могли найти тебя Во имя Иисуса я прошу Аминь Дорогой Иисус Для нашей передачи Поставь охрану защиты от всякого зла От нападок дьявола Наш вечный Бог Отец, Сын и Дух Святой Аминь Послушайте стихотворение Александра Сибелева Спасибо, Господь милосердный Сумевший весь мир возлюбить За то, что твой подвиг бессмертный Ты мне не даешь забыть За то, что взваливши ношу Всей мерзости мировой Ты стал всемогущей Божи Надеждой моей и судьбой За то, что принявши муку За меня на кресте скорбей Ты держишь с любовью руку На пульсе жизни моей Мы должны избежать Самой страшной катастрофы В нашей жизни Оказаться вне Христа Быть не спасен Поэтесса Нелли Лаговская Эпиграфа к своему стихотворению Взяла стих из священного писания В Деяных апостолов 4 главе Ибо нет другого имени под небом Данного человека Которым надлежало бы нам Спастись Как мне спастись Звучит вопрос Быть может обратиться к Будде А может счастье даст Христос И совершит спасение чудо А может Кришна есть тот мост К вершинам неба К раю К Богу Где стать мне На какой помост Чтобы увидел я дорогу Как мне спастись Тяжел вопрос Но в то же время Легкий очень Спасение может дать Христос Навек открыть слепому очи И превратить тьму В яркий свет И мрак сомнения развеять И удалить яд суховея Вот мой евангельский совет Христос Христос один Кто может дать Больной душе Успокоение Свою любовь И благодать И счастье И исцеление И вместо пепла Дать топаз И вместо горя Только радость Навеки снять огонь проказ Вселив небес желанных сладость Лишь вера твердая Нужна Спасителя Царя И друга Пусть болен ты И нищ И наг Пусть воет испытаний Вьюга Пусть ты не чист И весь пыли В одежде рваной В струпьях Язвах Преобразит Господь Твой лик Излечит Навсегда проказу Спасителя другого нет Лишь Божий Сын Кто умолился Рожден был в яслях Кто смирился И был распят Во цвете лет В обетованную страну Не надо ехать для поклона Знамена веры развернув Шагать по тропам Елеона духовного И подойти Забыв навек о катастрофе И сбросить там Греха оковы Вот средства Чтоб покой найти Христос простит Весь твой порог Он пригвоздил его Однажды Минуло время Вышел срок Так утоли Спасение Жажду Своим эпиграфом К стихотворению Доволен будь тем Что имеешь Елена Бессмертна взяла Стихи из Нового Завета Первое послание Апостола Павла Тимофею В шестой главе Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Ибо корень всех зол Есть сребролюбие Которому предавшись Некоторые уклонились От веры И сами себя Подвергли многим скорбя И в первое послание Апостола Петра В первой главе Наследию нетленному Неоскверненному И невлядающему Хранимому на небесах Для вас Деньги Это испытания Для всех людей Сребролюбивые Не могут войти В действительность Церковной жизни Из-за жадности Стремления к наживе На протяжении веков Церковные учения Искажались Ради материальной выгоды Церкви Через устал же Учителей А это Путь в пропасти Мы всегда должны быть Довольны тем Что имеем Послушайте стихотворение Доволен быть тем Что имеешь Довольным будь Благочестивым Есть пища Дом Одежда есть И если этим ты счастливый Тогда тебе хвала И честь Бесценный Драгоценный Клад Неисчислимое Богатство Которому Всяк Будет рад Для нас Сокрыто В Божьем Царстве Оно тебе Принадлежит Если ты Божье Дитя Отец Для нас С тобой Хранит Тысячелетия Спустя Ни золото Ни серебро Не стоит Того Что Бог Для нас Готовит Не собирай Все Про запас Отец Что нужно Нам Припас Бог хочет Чтоб ты был Богат Чтоб в своей жизни Был бы рад Но если только Это в меру Имей лишь В сердце К Богу Веру Что сверхдостатка Для других Для вдов Сирот И для больных Тогда и Бог тебе Поможет Что дал Ты Бог Сто крат Умножит В первом Послании Тимофея Апостол Павел Пишет Мы ничего Не принесли В мир Явно Что ничего И не можем Вынести Из него Это как бы В продолжении Предыдущего Стиха Поэт Александр Сибелев Взял Эпиграф Своему Стихотворению Не свое Как сказал Апостол Петр Мы идем К наследию Хранимому На небесах А оно Это наследие По своей природе Во-первых Принадлежит Нам Во-вторых Не подвержено Разрушению Распаду Не скверненное По своей чистоте Неувидающим По красоте И славе Послушайте Стихотворение Александра Сибелева Не свое Сколько благ Нетленных Боге Нам дано Сколько Дорогих Благословений Не беда Что вечность Взять не суждено Никаких Земных Приобретений Впрочем Все Даяния Нет сомнения В том Нам даны Мессией И пророком Знающий Все нужды Отказал Левчон Вести Находящим Перед Богом Покидая Покидая Землю Нам не Унести Все Что было Дорого И мило Ни воспоминания Ни было Мечты Ни людей Что сердце Так любило Ни богатства Мира Ни красы Земной Под бескрайним Синим Небосводом Ничего Мы в вечность Не возьмем С собой Лишь вину Перед великим Богом Вина перед великим Богом За который придется Держать ответ Сревролюбие Жадность Тержательство Приводеяние Много сторон И греха Но как сказал Иисус Придите ко мне Все Труждающиеся И обремененные И я успокою вас Читаем И в Евангелии Матфея В одиннадцатой главе Это добрейшие Из когда-либо Прориснесенных слов Иисус радовался Тому что Простые Обыкновенные Люди Приняли Дух Интеллектуалам Ученым Может быть Сложно Смириться Настолько Чтобы признать Свою нужду Спаситель Умственная Гордость Большая Большой Камень Преткновения Иисус Зовет к себе Тех Кто трудится Не только На соблюдении Заповедей Закона Религиозных Правил Но и тех Кто трудится В стремлении Добиться Успеха В любой работе Тот Кто трудится Тот Применен Лентя Иисус Не призывает После того Как Господь Восхвалил Отца По контексту Данной Главы И Провозгласило Божественное Домостроительство Мы читаем Матфея В 11 Матфея В то время Продолжая Речь Иисус Сказал Славлю Тебя Отче Господи Небой Земли Что Ты Удаил Сия Мудрых И разумных И открыл Ту Младенцам Ей Отец Ибо Таково Было Твое Благоволение Все Передано Мне Отцом Моим И Никто Не Знает Отца Кроме Сына И Сына Кроме Отца И Кому Сын Хочет Открыть Этот Стих Придите Ко Мне Все Труждающие Се И И Я Успокою Вас Поэтесса Мега Лаговская Взял И Своему Стихотворению Придите К Нему Обуреваемый Грехом Мир Мчится Пропасть По Наклонной Ему Давно Все Ни Почем Живет Он По Своим Законам Кто Тратит Время В Казино Сгребая Куш В Большом Азарте Кто Дорогое Пьет Вино Ну А другой Играет В Карты Их Закружила Карусель Мирских Страстей Мирских Амбиций Им Чужд Христос Им Чужд Апрель Пустой И Пошлой Вереница Молчит Ленивый Гордый Ум И Сердце Каменное Тоже И Каждый Жалкий Тугодум Под плотной Крокодильей Кожей А время Мчится Как стрела В руках Хозяина Вселенной Для Для верных Он А плот Скала Их Воскресит Он Непременно Но Грешных Ждет За гробом Суд Отчет Давать Владыке Будут Они До Вечности Умрут Отвергнут Коль Спасенье Чуда Еще Не Говори Сегодня Нет Вернись К отцу Летящей Птицы Тебя Он Примет С теплотой Не Пожалеешь Ты Об этом А Обретешь Душе Покой Еще Благоворение Лето Еще Звучит Святой Призыв Откликнись На него Сегодня И Бесконечно Счастлив Стань Под Дивной Милости Господней Замечательное Стихотворение На последнем Стихотворении Которое Мы прочитаем Сегодня Хочется Чтобы Вы обратили Особое Внимание Когда Сестра Господи Прочитала Его Мне Вспомнилось Стихотворение Поэта Враменко Которое Мы читали В программах С такими Словами Спаси Меня Ты От Меня На самом Деле Есть В нашей Жизни У верующих И у неверующих Такое Чуть Чуть Мы Чуть Чуть Обманываем Мы Чуть Чуть Решим Мы Чуть Чуть Делаем Непотребные К этому Стихотворению Нет Эпиграфа Для Этого Нужно Взять Всю Библию Послушайте Стихотворение Под таким же Названием Чуть Чуть Вы Встречались Чуть Чуть Обращались Чуть Чуть Ибо В жизни Он часто Встречается И сражались Вы с ним И дружили Вы с ним В нашей Жизни Всяк Получается Я советую Вам Рассмотреть Как Друзья Ибо Враг Этот Очень Опасен Вы Стихотворение Грех Грех Чуть Чуть То пустяк И союз Чуть Чуть Заключают Муж С работы Приходит Домой За пустяк Он с женою Ссорится Слово К слову Пошло Так До драки Дошло А чуть-чуть Говорят Не считается Вот он Выпил Чуть Чуть Говорит Только Чуть Мы ведь Люди У нас Так Случается На жене Синяки Посуда Вдребезги А вначале Чуть-чуть Не считается На работе Бросает Словечко Порой Что ж Бывает И так Получается Ну Обидел Чуть-чуть Человека Но ведь Чуть Так Пустяк Я совсем Не такой А чуть-чуть У нас Не считается Некрасиво Чуть Оскорбительно Чуть А потом Дело так Направляется На меня Он кричит На него Я Чуть-чуть Но бывает Что плохо Кончается Там Сказал Чуть-чуть Там Добавил Чуть-чуть Ведь мы Люди У нас Так Случается Не святая Жия За нас Кровь Пролита А чуть-чуть Это кровью Смывается Ну Споткнулся Чуть-чуть Позабылся Чуть-чуть Все мы Люди Бывает И так Те вон Хуже Творят И не то Говорят Я же Чуть Но бывает И вся Вот Покрасилась Чуть Подрумянилась Чуть Словно К выставке Дома Готовилась А Собрание Идет На душе Тяжкий Гнет Сердце Пусто Как было Осталось На работе И то Ибо Получается Не увидит Тот Жизни Кто Будет Так Жить У Кого Чуть За Грех Не Считается Вы Согласитесь Со мной Удивительное Стихотворение И отражает Современность Нашу Нашу Современность Верующих Да и неверующих Тоже С каждой Нашей Передачей Господь Подбрасывает Удивительным Образом Стихи Которые Наиболее Полно Отвечают Современному Времени Мы Черпаем Их Не только Из сборников Духовных Стихов Из журналов Собраний Сочинений Великих Поэтов Таких Как Пушкин Лермонтов Тюльчев И тому подобное Ну и таким образом Прочитала Сестра И я понял Что это Стихотворение Обязательно Нужно Прочитать В нашей Программе На этом Наша Программа Закончена И как всегда По окончании Помолимся Вместе Молитвой Отче наш Отче наш Сущий На небесах Да святится Имя Твое Да придет Царствие Твое Да будет Воля Твоя И на земле Как на небе Хлеб наш Насущный Дай нам На сей день И прости Нам долги Наши Как мы Прощаем Должникам Нашим И не веди Насущный И не веди Насущный Но избав Нас От лукавого Ибо Твое Есть Царство И сила И слава Вовеки Аминь Кстати К этому К этой Молитии Мы приглашаем Всех Всех Кто нас Видит Смотрит Заходит В интернет И заходит В нашу Программу На этом До свидания До следующей встречи До свидания До свидания